Ер Лайф Радио Энерджи Привет, друзья! Здравствуйте! Чего вы тут собрались-то? А что это вы тут делаете? Круто, что вы здесь, потому что мы сейчас начнем такое, что вы просто обалдеете. Ну, возможно, многие просто так случайно сейчас настроили свой телевизор. Хотели посмотреть сериальчик или какую-нибудь картину. Оказались на премьере. И такие, а кто это? Это же Лера Дергилева. Конечно, посмотрите, какая девчонка. И, конечно же, это Женя Чеботков. Посмотрите, каков, а? Ну, здрасте. Ну, добрый вечер. Смотрите, что происходит здесь. Вот в этом самом месте, на платформе премьер, происходят концерты в онлайне самых крутейших музыкантов России. Это же безумно круто. И сегодня у нас особенный день, потому что у нас сегодня выступает Полина Гагарина. Мы не договаривались, кстати, шепотом произносить. Видишь, как мы с тобой отчетко сработались. Интимно. Да, Полина Гагарина сегодня. Знаешь, почему это все интимно? Почему? Очень мне интересно. Потому что об этой девушке надо говорить очень аккуратно и нежно. Потому что ее голос буквально исцеляет своей любовью, своим светом и талантом. Ну, лучше не сказать. И мы очень рады, что сегодня с нами Полина Гагарина. И мы, кстати, хотели бы сразу начать с того, как Полина готовилась к сегодняшнему концерту. У нее есть даже небольшое видео для нас. Давайте его посмотрим прямо сейчас. О том, как сегодня Полина готовилась к этому ответственному событию. Друзья, я вам сегодня расскажу, как проходит подготовка перед концертом. Завтракаю я вот так. А тут я занимаюсь спортом. Вот так. После я обязательно занимаюсь вокалом. Разбиваюсь. Вот так. Теперь я абсолютно готова к своему онлайн-концерту. Нет, ну какая красотка. Ты это идеальная женщина, ты видел? Ты тоже так начинаешь свой день, я надеюсь? Ну, нет, у меня только халатик точно такой же. Но, нет, Полина потрясающая девушка. И сегодня она поделится с нами всей своей теплотой. Ага, и особенно поделится секретом, как есть гренки по утрам и выглядеть так офигенно. Ну, спросишь у нее. Так, у Полины, кстати, очень много друзей. Не только мы с Лерой. Это правда. Это, конечно, многих сейчас, наверное, повергло в шок. Все такие, в смысле, как это так? Много, много друзей, Полина. И сейчас мы с одним из ее друзей созвонимся. Благо, ну, современная цивилизация позволяет нам это сделать. Даже отсюда, из студии в Москве, мы позвоним человеку. А что уж человеку? Нагоняем. В звезде настоящий. Антон Беляев у нас на связи, который, кстати говоря, застрял сейчас в крайне неблагополучной ситуации за пределами России. Я не знаю, как он справляется вообще. Антон, привет. Привет. Полный кирдык, полный кирдык, друзья, у меня здесь. Как тебя угораздило? Ну, случайно, на самом деле. Я полетел в заслуженный, в общем-то, запланированный отпуск. И через два дня началась паника. И, в общем, все, в чем мы сейчас живем с вами все. И нас, конечно, это здесь застигло. И, в общем, посмотрев на то, как руководящие органы вывозят нас из страны, из этой, предлагают нам как выехать, мы решили посидеть тут. Как там у вас обстановка, расскажи. Как вы... Да, что вообще происходит? О, у нас есть видеокартинка, да. Видимо, судя по всему, прекрасно. Да. О, боже. А, это моя жена, видимо, сливает какие-то запрещенные кадры. Прекрасно на тебе смотрится красный купальник. Да, да. Спасибо. На самом деле, мы, конечно, так время не проводим. Мы жарим шашлыки, все время играем в кадры. Ну, держитесь, пожалуйста. Что насчет музыки? Там есть возможность как-то творить, что-то записывать? Вы знаете, мне повезло. Я нахожусь в отеле «Лакс», в отеле «Мали». И здесь мне просто помогли привезти сюда компьютер, я купил в столице, и купил себе инструмент. И теперь у меня полноценная, в общем-то, студия здесь. Ну, она не полноценная, конечно, но она позволяет заниматься музыкой, работой, потому что я, конечно, вообще не могу без работы. Ну, и плюс я не могу оплачивать отель, не работая. Вот, поэтому мне приходится работать. А мужчины, музыканты, они арендованные тоже какие-то товарищи, или это просто… Нет, я познакомился здесь с застрявшим на острове музыкантом. У него ржавые струны на гитаре стоят, и они расстраиваются каждые 10 минут до неузнаваемости просто. Но мы, тем не менее, играем иногда, и, ну, в общем, общаемся. Круто. Сегодня у нас концерт дает Полина Гагарина. Расскажи, как с ней ты познакомился? Ну, я думаю, что если я скажу, как я познакомился с Полиной, меня потом влючит как дручь. Мы… Ну, мы дружили. Мы дружили. Это была такая бурная дружба, веселая дружба, настоящая. Так, ну а ты будешь смотреть концерты, поддерживать Полину сегодня? Конечно, мне не понравился в Мальдивах. Вы думаете, у меня что, есть здесь на что смотреть? Ну, да, с такой связью, конечно, концерт чуть дольше продлится, но, Антон, спасибо тебе большое. Очень приятно было посмотреть. Ну, держись, пожалуйста, скорее уже ждем, что ты вернешься в Россию из этого своего вот этого мальдивского плена. Я хочу сказать, что мы сегодня можем практически быть в диалоге с нашими зрителями. Абсолютно. И вы можете оставлять свои вопросы для Полины, а мы их позже зададим. Оставлять вы их можете в Инстаграме, видеоплатформе, премьер. Да, вот видите, плашечка вот внизу, вот она, вот она. Да, под соответствующим постом, можете спрашивать что угодно, о чем угодно, ну, а мы вот смело, знаешь, возьмем на себя весь удар и спросим. Будем все зачитывать, у нас вообще никаких барьеров, так что пишите вопросы, устроим настоящий блиц еще параллельно. Мало того, что петь нужно, еще и на вопросы будет наши отвечать. Кстати говоря, кстати говоря, ты знаешь, что крайний альбом Полины называется, ты знаешь как? Называется «Девять», а знаешь почему? Вот это я понятия не имею, честно говоря. Ну что же, мой выход. Итак, знаешь ли, какой это сегодня день? Воскресенье. Сегодня особенный день, 26 апреля. Все лунные знахари и все цифровые маги говорят о том, что сегодня суперсильный день. Реально, что ли? Обалдеть. Так, именно вот так, именно в таком состоянии сейчас нужно загадывать желание для того, чтобы в ближайшее время получить все, что вы хотите. И тебе тоже перепадет. Ну, я, честно говоря, не очень в это верю все. Мне кажется, мы сами способны каждый день сделать таким праздничным. Но у нас для того, чтобы поддержать твое мнение и, возможно, разрушить мои убежденности, у нас на связи есть настоящий нумеролог. Еще пока нету, мы ему дозваниваемся прямо сейчас, настоящему ей, настоящему нумерологу. Это Наталья Гердина. Да. И нумеролог для меня это вообще что-то фантастическое. Это ты веришь или не веришь? Я не верю вообще, но фантастическое именно с точки зрения того, что какой-то человек... Умеет читать цифры? Ну, такой, вот цифры, теперь это не просто математика. Мне кажется, это нумерологами становится те, у кого в школе были проблемы с математикой. Я не хочу сейчас никого обидеть ни в коем случае. Просто они такие глубже смотрели, чем просто математически смотрели. Что должна сказать сегодня Наталья, которую мы пригласили, нумеролог, между прочим, очень профессиональный и заслуженный, чтобы ты переубедилась во мнении? О, я не знаю. Ну, я не понимаю, как цифры могут на нас влиять. Если она скажет тебе, что в ближайший год тебя ждет много денег, женщина такая хоромка, сытная, добрая. Мне кажется, тоже быть твоим нумерологом. У тебя когда денежная? Число? 21. 21. Я, кстати, все узнала уже про свою нумерологическую карту, так что посмотрим, насколько ты интуитивно проницательный человек. Получается, 21, это же получается, ну, 3, как бы, 2, 1, 3, получается, число 3, оно исторически, как бы, ну, раз, два, три, да, нас оно ведет. Ты вообще, ты крещеная вообще. Ну, видимо, ты очень плохо учился в школе, у тебя был двойка по математике, у тебя все предрасположились к тому, чтобы стать нумерологом. Я надеюсь, я только разгоняюсь. Тонко чувствуешь цифры. Так, но все-таки хотелось бы послушать сегодня профессионала. Я думаю, что у нас, да, ну, нам прямо сейчас сообщают, что не хочешь с нами разговаривать, Наталья. Ну, а давай попробуем поговорить о сегодняшнем дне с твоими проницательными знаниями. Давай. 26, 04, 20, 20. Так, для начала быстро сложи все эти цифры и скажи, какая получится цифра. Это, смотри, 40 по-любому, потом 66 плюс 4, ну, я складываю, смотри, 26 плюс 0,4, да, плюс 40, да, плюс 70. И что нам говорит эта цифра? Очень много чего. Да ничего, ничего не могут говорить цифры, Алё, ну, я, ну, Лер. Ну, хорошо. Между прочим, это не только говорят цифры, это еще говорит и Луна, потому что к нам пришел Плутон, а Плутон планета сильная, мощная. Я, конечно, много говорю, могу говорить с Полиной. Соберись. Сегодня, кстати, нам сообщают, что день рождения у дочки Полины Гагариной сегодня. Ладно. Да. Правда? Да. Мы поздравляем, мы поздравляем. Ура! Ура! День рождения! И вот в такой день, ну, наверняка, большую ответственность сейчас чувствует, наверное, Полина, потому что, ну, представляешь, еще и у дочки день рождения. А, нумеролог на связи у нас? Ура! Ура! Сейчас нумеролог на связи. Наталья Герцкая на связи. Здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте. Слушайте, я тут, пока мы вас ожидали, я всякие штуки про нумерологов наговорил. Ну, в плане, я чуть-чуть не верю немножко, но, ну, возможно, вы сейчас нам все расскажите. В общем, он уже извиняется, а вы нам расскажите про то, имеет ли сегодня какой-то действительно силу сегодняшний день. Да, да, хорошо, что, наверное, я не слышала, что вы им повернее говорили, вот, но я буду все равно с любовью к своей работе рассказывать то, что я знаю. Дело в том, что, ну, как бы, мы, как бы, все собрались, ну, и меня пригласили по поводу того, что у Полины, как бы, крайний альбом называется «Девять». Но, прежде всего, хотелось сказать, что такое вообще «девятка». Если мы говорим о обычном, таком распространенном обозначении этого числа, мы вас слышим. Да, 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 то это число означает, как бы, ну, в простонародье мудрость, духовность, но на самом деле, на самом деле, да, да, мистика, мистика, нумерология же ведь. Да, 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 все твоя мистика. Да, да. Вот, еще раз повторюсь, просто в простонародье «девятка» — это символ мудрости и духовности, так думают все. Но на самом деле «девятка» является символом воина, но который умеет преодолевать препятствия и побеждать. Ну, и что и дает ее обладателю, конечно, сильный характер, но и жесткие жизненные рамки и упрямство. Но в плюсе, конечно же, это не, это сила непростого воина, это не тот, кто машет оружие, стреляет или там убивает, это уже воин-философ. Поэтому, как бы, когда мы говорим о «девятке», мы должны понимать, что это уже мудрецы, а не какие-нибудь там разбойники, или просто атакующие, или даже, как говорят сейчас, рейдеры. Нет, на самом деле «девятка» — это мудрецы. Ну, вот вообще, почему мы заговорили о характере? Ну, на самом деле, у Полины, ну, как я узнала, и многие знают, 27 марта у нее день рождения 2,7, в сумме 9. А, ну вот, все сошлось. Вот, вот откуда число-то любимое день. Все сошлось, получается. Вот, вот, ну, на самом деле, дело в чем, в нумерологии сам день рождения, не дата рождения, а сам день рождения — это и есть характер. Вот поэтому 27, девяточка, любимая девяточка, символ успеха и все, что с этим связано. У тебя какая цифра? У меня 13-я. А 4 что значит? Ой, это не доверие, наверное. Мистика? Нет, нет, нет. Я его так и называю. Чтобы понять, что такое 4, посмотрите, 2020 год, что дает в сумме. Так, это все ты! Так, а что по поводу сегодняшнего числа? Правильную ли дату мы выбрали для концерта? А вы знаете, вот вообще удивительно, вообще все удивительно. То ли с Полиной, то ли вот сейчас в мире происходит. Дело в том, что в Индии сегодня самый лучший день. Это большущий праздник. 26 апреля 2020 года. Это в вообще ведических системах. Это день Акшая Трити. Это самый лучший день в году. Самая мощная энергетика у этого дня. Мало того, в этот день люди начинают новую жизнь. В этот день могут избавиться от вредных привычек. И если нужно что-то решить, главное, большое, или просто даже начать сделать первый шаг в своей мечте, то делается именно в этот день. Это золотые слова. Наталья, спасибо большое. У нас, к сожалению, мы уже еще бы и слушали, и слушали, но у нас уже начинается прямо сейчас концерт Полины. Спасибо большое. У нас на связи была Наталья Гердина, нумеролог. Ну что, раз такой большой день для индийцев сегодня. Женька Мистика. Блин, welcome, don't detain. Нет, давайте серьезно. Прямо сейчас мы ждали этого. И вот это уже происходит, друзья, на ваших глазах. Концерт потрясающий, великолепный. Боже, как она выглядит прекрасно. Посмотрите. Полина Гагарина! Привет, Полиночка! Привет! Привет, я могу говорить, я думаю, я могу только петь. Ура! Всем привет в этот замечательный, магический и самый главный, как оказалось, день в году. Я всем желаю самого главного, мне кажется, исполнения желаний каждого сейчас, чтобы все, все, все абсолютно были здоровы. Дорогие друзья, берегите здоровье. Все это скоро закончится, и сегодня мы все вместе можем загадать вот одно желание, которое должно сбыться, значит, завтра. Завтра все выкатим на улице и посмотрим, как сработал вот этот день, как он сработал. Может быть, завтра скажут, все хорошо, выходим. Дай бог. Дай бог, дай бог. Спасибо, Полин, за такие слова. Но, пожалуйста, все, мы все во внимании. Поем! А как сделать так, чтобы у меня ухо не пропадало? Это больше самых разных слов. Твой след. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Ура, ура! Мы смеялись и были счастливы, что она так счастлива. И, конечно же, когда начались вот эти вот подарки, мы выносили их по одному. Потому что, естественно, от того, что мы не можем пригласить друзей, подруг, мы решили все это компенсировать подарками. Их так много, что, конечно, она просто в какой-то момент через пару-тройку часов прыгая на батуте, раскрывая этих подарков. Я поняла, что у нее глаза уже в такую кучу. Она просто начала смотреть в одну точку. Я говорю, ребята, надо вязать и нам немножко поспать, иначе мы до вечера, до торта будем совсем капризные. Так что праздник удался, тот, который был вместе с мамой. А сейчас они продолжают, остались там с папой, с моей мамой, с братом, с нянями. Так что думаю, что они замечательно проводят время и смотрят маму. Ну, отлично. У нас впереди следующая песня, которая у Полины называется «Нет». Да, я не знаю, насколько это возможно, но вдруг вы захотите мне помогать, поскольку я пропускаю строчки в этой песне умышленно, чтобы подпевали со мной зрители по ту сторону экрана. Ну, если у вас вырвется, то пойте, пожалуйста, вместе со мной, я буду вас слышать. Старайтесь попадать. Супер. Мы, да, мы постараемся попадать. Ну, насчет сдерживать себя, это нам, знаешь, не привыкать. Вот Лера, она вообще себя никогда не сдерживает. Так что вообще с огромным удовольствием. Полина, пожалуйста, Полина Гагарина, песни «Нет». Да. Песня «Да». Поехали. Не поехали. Какая-то у нас заминка. Пока поговорим. Полин, чему тебе пришлось сказать «Нет» на время карантина? Поднимаем руки вверх! У! Я удивилась тебя, увидев в том конце аллеи. Я разлюбила тебя, и все же, какой же ты красивый. О-о-о-о-о-о, я изменилась, позаслел и стал еще смелее. Ты приближался, как герой, немых и черно-белых фильмов. И сердце билось от того так сильно. Не верь, не верь мне больше. Прекраснее, чем было, уже быть не может. Не верь, скрываю камеры. Прости меня за мой ответ. И все-таки нет. 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 Ответы старше Да, твое тяжелые Самые вопросы Но ты так нежен, Что я сказала бы, да Уже, наверное. У! У! Ни mirror Неизбежен Твои объятья, как стальные тусы Ты надвигался, как туман И тучи проплывали низко И твои губы от меня так близко Не верю, не верю, не верю Прекраснее, чем было уже быть с ним, Боже Не верю, не верю, не верю Не��게요, не верю, не верю Прости меня за мой ответ Не верю, не верю, не верь мне путь Ты краснее, чем было уже быть не может Не верю, не верю, не верю Прости меня за мой ответ Приготовились и все-таки Прости меня за мой ответ И все так и я Всем про все Привет, привет Прекраснее, чем было, уже быть не боже Не верю, скрываю твой мир Прости меня за мой ответ Приготовились и все таки И все таки нет И все таки нет Нет, 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 нет И все таки споем все вместе, друзья Не верь Не верь Прекраснее, чем было, уже быть не может Не верь Вскрывая конверт Прости меня за мой ответ Еще раз Не верь Не верь мне больше Прекраснее, чем было, уже быть не может Не верь Вскрывая конверт Прости меня за мой ответ А теперь, друзья Знаете, я хочу поздравить свою дочь Я надеюсь, она меня смотрит Я хочу тебя поздравить, моя малышка С днем рождения Я самая счастливая мама на свете С днем рождения И все таки нет Я прям чувствую, как укрепляется мой иммунитет Ты чувствуешь? И все таки да Да Так, чему ты хочешь категорично сказать нет? Чему я хочу категорично сказать нет? Поехали Во-первых Я вот чему рад в этой изоляции Так это действительно тому, что я сейчас могу не встречаться с ребятами С которыми не хотел встречаться Потому что я такой человек Давай по списку имена Мне сложно отказывать иногда Когда мне говорят Давай сегодня слоимся И я такой А я сижу, я только запустил PlayStation Только Я такой Хорошо Ну а сейчас же объективно Если тебя кто-то куда-то зовет Ты такой Ты еще дурак, что ли? Дурак или нет? Надо сидеть дома Ну Помогать человечеству Не знаю Не могу тебя поддержать Не играю в PlayStation Никогда не играла Эти ваши пацанские штучки Вот я сегодня сказала нет Сладкому Да Сахару Да Муке Да Нет Кофе На неделю Знаешь, зачем? Зачем Итак, сегодня 26 апреля Очень волшебный день Ты же этому это веришь Ак-ша-я-трите Я даже написала, чтобы у тебя это как-то отложилось в мозгу Хорошо И отказываясь от чего-то На неделю Да Мы способствуем тому, чтобы наши желания сбылись Да Поэтому сейчас давай загадаем, чтобы следующий концерт все были здоровы Чтобы волна исцеления пустилась и мы вышли из студии на улицы Ты еще со мной? Да, 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 конечно, конечно Обнимались, целовались и любили друг друга тактильно Ты точно всему нет сказал? Ура! Кстати, я Ак-ша никогда не забуду, потому что это напоминает одно казахское слово С моей родиной Это значит что? А потом ты узнаешь А пока мы вместе послушаем следующую песню от Полины Гагариной Потрясающая Полина Гагарина уже здесь Давайте продолжим слушать ее концерт Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Ветер вует, отогрей меня Немосной, а у нас весна Попроси у облаков Подарить вам белых снов Ночь плывет, мы за ней В мир таинственных огней Разгань ты тоску во мне Неспокойно у меня в душе Попроси у облаков Подарить вам белых снов Ночь плывет, мы за ней В мир таинственных огней Попроси у облаков Подарить вам белых снов Ночь плывет, мы за ней В мир таинственных огней Я-я-я-я Я-я-я-я-я Ай-яй-яй-яй! Попроси у облаков подарить нам белых снов. Ночь плывёт, и мы за ней в мир таинственных огней. Ай-яй-яй-яй! Полина! Женька заснул! Буди! Убаюкала мальчишку! Очень круто! Я, честно говоря, очень люблю эту песню! Спасибо большое! Вне нашего концерта информации, просто лично! Спасибо огромное! Но я сейчас, на самом деле, из наших сценариев только к своему стыду узнал, что и слова, и музыку к этой песне ты написала сама? Да-да-да, я вообще писала сама песни в юности, и весь мой первый альбом написан мной, за исключением буквально одной песни, которую написал для меня Константин Меладзе. И тогда вот «Я тебя не прощу никогда», с того момента вот началась наша большая творческая дружба, которая потом перетекла в продюсера и артистку. Вот, но именно так. А все остальные песни, да, написаны мной. Колыбельная написана мной в 17 лет. И это удивительная история, она мне приснилась, прям приснились мои руки на фортепиано с нужным аккордом, и пошла строка. И где-то около трех часов ночи я проснулась и просто успела это записать. Это правда, это факт, и это какой-то, наверное, я просто это успела записать. Вот, этой песне уже, получается, 16 лет. Так. Этой песне уже 16 лет, но я ее до сих пор, естественно, пою в своих концертах. И когда ее поет стадион, а в этом, вернее, в девятнадцатом году у меня было два стадиона, по 12 тысяч человек. И когда они поют в унисон «Попроси у облаков», меня просто разрывает на части каждый раз, я к этому не могу привыкнуть. И, наверное, и даже не хочу привыкать, потому что каждый раз я удивляюсь, каждый раз моя грудь переполнена гордостью. И я благодарю каждый раз вот за все, что у меня есть. Ну, это удивительная история. Во сне приснилась. И мне снится только, когда я падаю, и все. Мне больше нечесть здесь. Это потрясающе. Полиночка, а мы уже готовы подпевать твои следующие песни, настроили свои вокальные связки. Поем. Вот и все. Не жалей. Мы все уже сделали это лишнее. Вопросы зачем? Уходи. Быстрей забирай с собой наше прошлое. Все на часах. Смотри. Смотри. Время истекает внутри. Сердце умоляет. Прости. Я прощаю. Пламя догорает. Хочешь его забери. Хочешь и его забери. Смотри. Время заметает следы. В памяти стирает все кадры между нами. Фильмом на экране, где с собой играем не мы. Пламя дождь. Просто я отступлю! Новые силы Перевернем страницу жизни красиво Звездами Навеки багажами Где-то в космосе Снова сиять Вот все получится Когда захочется Свободу отличить От одиночества Искренность Поможет сегодня Начать все с чистого Я не боюсь Смотри Время истекает Внутри Сердце умоляет Прости и обращай Помер догорает Хочешь и его забери Смотри Время заметает Слезы В памяти стирая Все кадры между нами Фильм на экране Где с собой играем Где мы Спасибо, Полина! Спасибо огромное! Ну что, я думаю, что под эту песню вы точно не заснули, а смотрели в оба глаза. Мы смотрели, конечно, как ты такое снишь. Женька так раскрылся вокально, это просто удивительный сюрприз для меня. Полин, у нас есть небольшая загадочка. Для тебя есть три карточки, мы потом объясним, что, зачем и почему. Тебе нужно просто выбрать одну и дальше. Один, два или три, Полин? Три. Три. Хорошо, ваш выбор сделан. Ну а прямо сейчас объясним, что это было и вообще, что за розыгрыш. У нас действительно особенный розыгрыш был подготовлен заранее. И он, что из себя представляет? Мы в социальных сетях, премьер, попросили людей, у которых день рождения сегодня. А сегодня у нас 26 апреля, если вдруг кто-то забылся. В общем, у кого день рождения сегодня, нам написали... Пока же я третия, напомню тебе, между прочим. И рассказать свою историю. Почему вы должны получить подарок от Полины? И откликнулось три именинницы. И мы, честно говоря, такие, ну так себе с нашей строгостью, потому что подарки получат все. Все три девчонки, они все три девчонки оказались, они все получают призы. А что они получают у нас, кстати говоря? Ой, ну вообще красоту такую несусветную. Мне кажется, сейчас, когда мы сидим дома, хочется, чтобы было что-то нарядненькое, уютненькое. Смотрите, какой прекрасный мерч. Да, мерч от Полины Гагарина. И мне кажется, ну... Смотри, как мне подходит. Ну, ты на что намекаешь? Это раз. И настоящие поклонницы, это правда грандиозный подарок. Все. Да, но мы сейчас выбирали из трех карточек, вы спросите, а зачем вы выбирали, если все получат подарок? Но мы выбирали ту, которой мы позвоним прямо вот в нашем прямейшем эфире. И кто же у нас выиграл? Выиграла Оля Милузова из Нижнего Новгорода, а попросила ее поздравить, ее сестра Валюш. Я прям почувствую, как будто мы на каком-то милом региональном радио. В общем, мы через две песни с тобой свяжемся. Оля, Оля, конечно, Оля, мы с тобой свяжемся через две песни. Ты получишь нас поздравление. С днем рождения. А прямо сейчас следующая песня от Полины Гагариной. Да? Обезоруженно. Все пройдет, а ты останешься. И для этого есть миллион причин. Мне одной теперь не справиться. Ты мне необходим. Соединились наши орбиты. Мы видим мир, которого нет. Что к тебе тянет, будто магнито. Ни для кого, уже не секрет. Я обезоружена. Ты очень нужен мне. Ты очень нужен мне. Нужен мне. Нужен мне. Ты очень нужен мне. Ты очень нужен мне. Нужен я, нужен я Сердце словно хрупкое стекло Ты, пожалуйста, его убереги Что бы с нами ни произошло От меня не беги Соединились наши орбиты Мы видим мир, которого нет Что к тебе тянет, будто магнитом Это оно уже не секрет Я обезоружена Ты очень нужен мне Ты очень нужен мне Нужен я, нужен я Сердце словно хрупкое стекло Ты очень нужен мне Нужен я, нужен я Обезоружена Ты очень нужен мне Нужен я Обезоружена Ты очень нужен мне, ты очень нужен мне, нужен мне, нужен мне Я обезоружена Я обезоружена Я обезоружена Я обезоружена Спасибо большое Это было очень круто Развязан узел и нельзя потушить Жестое чувство одинокой души Будто тонкий росток сквозь обиды песок Рвется пламенем на свободу Кто мне покажет, что покой и любовь А может даже хватит нескольких слов Разум освободить от железных оков И построить громад воды Когда-нибудь постынут чувства И пустота навсегда отпустит Я пока превращу в искусство Это одиночество любви Приготовились Тысячу раз в секунду Бешено сердце бьется Снова в печаль векой Расправить плечи Если руки дрожат Как же тонкую нить Эту соединить Если сердце В печаль векой Бьется через краё Меланголия Мимо проходят люди Меланголия 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 Олечка С днём рождения Я желаю тебе самое главное Будь здорово Здоровья Богатырского Я желаю Я желаю Чтобы все твои мечты сбывались И сегодня Сегодня Тот самый день Когда надо Заказывать Загадывать Абсолютно всё Что ты хочешь И оно обязательно сбудется Во-первых Я тебе обещаю Во-вторых Нумерологи нам уже об этом сообщили Да и вообще Сегодня прекрасный день Роскошный И по-моему Первый солнечный день За долгое-долгое время Это очень добрый знак Будь счастлива Будь здорова Радости Пусть каждый день будет наполнен Радостью и улыбкой С днём рождения Ура Спасибо А вы там, я смотрю Валя, спасибо тебе большое А вы соблюдаете карантин, я смотрю Это мои близкие друзья Они соблюдали все меры Они живут со мной Все меры безопасности Чтобы дойти сюда Вот Мы понимаем И ещё 20 человек сидят в соседней комнате Они тоже соблюдали И вообще мы давно решили объединиться И жить вместе Да Мы всё соблюдаем Всё правильно Но в любом случае Оля, да Мы тебя ещё раз поздравляем Спасибо большое Что ты приняла участие В нашем розыгрыше У нас в социальных сетях Премьера Мы напоминаем, кстати Что у нас Мы регулярно Принимаем ваши вопросы До сих пор их принимаем У нас в Инстаграм Премьер Вы можете зайти И задать свой вопрос Для Полины Гагариной Которая, кстати говоря Прямо сейчас Уже будет петь для нас Следующую песню Я только Можно сделать глоток Можно Конечно Из своей любимой Уже легендарной Хрюши Бог ты мой Это что за Хрюша у тебя Это Хрюша прилетела Не будем Ладно Не будем акцентировать на Хрюше Но акцентируемся ещё раз На Инстаграм Премьер Заходите Задавайте свои вопросы И мы спросим Полину Гагарину Всё что вас интересует Она уже Будет отвечать или нет Это конечно её дело Никто не сможет заставить Но вот сюда Попашечка проходите И спрашивайте Всё, хватит уже болтать Давай слушать На концерт пришла Болтай тут сидит Мешайте, молодой человек Дышать тобой до пули До хрипоты Дыханием одним не могу согреться И догорают сами собой мосты И что-то больно ранило прямо в сердце Пошли за горизонт наши корабли Я подниму над головой белый флаг Просто знай Что тебе Я не враг Все вместе Драмы больше нет Нет больше драмы Ты мне надо же Ты мне надо же Есть драмы Драмы больше нет Нету обид Больше не болит Больше не болит Больше не болит Больше не болит Мы побежим опять по следам своим Шагами рассихая просладный ветер Нам пополам не раздели целый мир Ты знаешь, что мы оба с тобой портыли Мы шли за горизонт наши корабли Остались сердце только высочки Да Но ты знай Я с тобой Навсегда Драмы больше нет Нет больше драмы Время на душе Время на душе Есть драмы Время на душе Время на душе Время на душе и а и и а Больше не болит, больше не болит, больше не болит. Драмы и больше, нет больше, время, время, летит. Руки выше, вот так, руки выше, драмы и больше, драмы и больше, нет. Время на душе, время на душе, влече глазы. Драмы больше. Больше не болит, больше не болит, больше не болит. Не болит. Браво! Ну все, нет больше драмы. Конечно, Полина Гагарина прекрасная. Драмы, травмы. Полина, а у нас подъехали бы лица-просики для тебя. Сразу тебя поймать тепленькой, только после исполнения песни. Я буду немножко. На выдохе, отвечать на вопросики. 5.6, 5.6, 5. Как на финале у Бигунов. Смотри, вопросы такие нам присылали. Дуэту с Лазаревым быть или не быть? Все решится со временем. Дипломатично, хорошо. Спасибо. А если не Россия, то какая страна для ПМЖ? Россия. Хорошо. Дипломатично. Это максимально. Спасибо. Полина, что вы первым делом сделаете после карантина? Я надеюсь, я организую концерт. Мы восстановим наш тур и поедем, полетим, побежим, поползем. Я не знаю, все что угодно. На собаках, на оленях, как угодно. Но встретимся наконец-то с нашим любимым зрителем, потому что я очень скучаю по аплодисментам вашим, дорогие друзья. Я очень скучаю по вашей энергии. Про вот... Я очень скучаю. По всему скучаю. Полина, давайте сейчас, друзья, по максимуму дадим шума перед своими мониторами. Ну, я уверен, это почувствуется. Давайте, давайте. И попросим следующую песню у Полины. Подбросим? Попросим. Подбросим. Это мы еще посмотрим. Подбросим. Да, это серьезная песня. Поемся вместе. Песен еще не написанных, сколько? Скажи, кукушка, пропой. В городе мне жить или на выселках камнем лежать? Или гореть звездой? Звездой. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. И если есть порох, дай огня. Вот так. Кто пойдет по следу одинокому? Сильные, да с белые головы сложили в поле. В бою. В бою. Мало кто остался в светлой памяти. В плесвом уме, да с твердой рукой. В строю. В строю. Солнце мое, взгляни на меня. Солнце мое, взгляни на меня. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Вот так. Где же ты теперь, воля вольная? С кем же ты сейчас ласковый рассвет встречаешь? Ответ! Хорошу, забуду, плохо без тебя Голубу до плечи терпеливый я Под плеть, под плеть Солнце мое, взгляни на меня Моя ладонь превратилась в пулак Если есть пород, дай огня Солнце мое, взгляни на меня Моя ладонь превратилась в пулак Если есть пород, дай огня Солнце мое, взгляни на меня Очень, правда, очень-очень круто У нас остается мало времени, но мы очень хотим послушать еще больше песен и хотим задать пару вопросов Поэтому быстро, Блиц Очень интересный вопрос, by the way Есть ли какая-то история, связанная с тем, что не то Были ли такие песни, которые вы не хотели выпускать, но они все-таки выходили и становились хитами? Да А это весь ответ? Я, поскольку сегодня выбрала дипломатичный формат, поскольку это Блиц, я скажу просто да Были и это очень большие песни, да Окей Мы остаемся только еще больше вопросов Это, кстати, крутой навык Полин, приходишь к тебе с одним вопросом, уходишь с множеством Спасибо У нас еще вопрос пришел сейчас Как вы относитесь к ситуации с Региной Тодоренко? И в курсе ли ты на счет того, что произошло? И сейчас на нее очень много давления оказывается Может быть, есть у тебя какая-то позиция на этот счет? Да, у меня есть однозначная позиция Я против любой травли И в одну, и в другую сторону Любая травля — это дико, это зло, это негатив Поэтому, пожалуйста, я призываю просто всех генерировать себе добро Дорогие друзья, особенно сегодня давайте думать только светло Светлые мысли в душе, в голове, в сердце И ты помогаешь нам это делать, слушая твои песни Спасибо тебе большое И мы продолжаем Да Я хочу запомнить, как смяту постель Как ты одеваешься там в темноте Как уходишь призрака, молча, не прощаясь Дописали мы свой роман про любовь Не хватает лишь пары слов Посиди со мной Поговори со мной Я хочу запомнить, как падает снег Медленнее обычного падает снег Как душа по комнате бродит обнаженной Скоро созвучит эхо нового дня Начинаем путь без меня Не не буди меня Освободи меня Всем Свет, как я кончен Казнет свет И многоточий Боже Останови музыку Свет, как я кончен Я буду такой, как ты не хотел Сделаю с другими, что ты не смен Я порву последние нить между нами Мокрые глаза, заслоняя рукой Я прошу тебя Бывший мой, посиди со мной Поговори со мной Всем Свет, как я кончен Казнет свет И многоточий Боже Останови музыку Свет, как я кончен Дорогие друзья Я очень надеюсь, что вы отлично проводите это время Я очень по вам скучаю И очень жду на своих концертах Я думаю, что они будут очень скоро Берегите себя Мойте руки Носите маски в общественных местах В магазинах Вот А так Только правильные мысли Только светлые И любовь в душе Ура 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 Очень Спасибо И прячем И многоточек Боже Останови Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Потому что совсем скоро мы услышим новую песню, Полина Гагарина Да, и финальная песня у нас же совсем рядом И, кстати говоря, эта песня, про нее есть один интересный факт Песня называется «Небо в глазах» И мы вместе все организовали такой челлендж, который назывался «Небо в глазах» Челлендж и дети из разных точек планеты рисовали небо И у нас есть видео с тем, как они это рисуют Это будет на экране, когда Полина будет исполнять свою песню И символ очень простой Они рисуют небо, потому что мы все уже очень скоро будем свободно гулять И смотреть, видеть небо своими глазами Полина это так уверенно говорит И я ей хочу верить И вообще, Полина, захочешь стать когда-нибудь президентом? Я за тебя буду голосовать Потому что такой посыл четкий Четкий, такой позитивный, правильный Что, а что? Ну ты дипломатичная, смотри Презентабельная, красивая Говоришь уверенно Еще вот такие, ну правильные посылы Так что все, ну если что, избиратель, у тебя как минимум два уже есть Ура! Я не буду баллотироваться в президенты Ну знаешь что-то Да, я с удовольствием буду мотивировать, вдохновлять Если у меня это получается, то я буду продолжать это делать Потому что это меня тоже очень вдохновляет Если я кого-то могу сделать счастливым Боже мой, да это счастье великое Ну какие слова Кстати говоря, по поводу изоляции Да, ну самоизоляция дарит еще и разные возможности Вот, например, сегодня у нас великолепный праздник С участием потрясающей Полины Гагариной А совсем скоро концерт с участием мировых звезд Всего лишь нужно подписаться на YouTube канал Radio NG И ловить трансляцию проекта NG Music Tour у себя дома Для тебя, дорогой друг, выступят Кто бы думал, кто? Конечно, Black Eyed Peas, One Republic, Martin Garrix и многие другие 1 мая, 21.30, YouTube канал Radio Energy Полина, расскажи, пожалуйста, нам пару слов про новую песню Как вот так вот родилось это творческое произведение? Попросили рассказывать очень быстро Поэтому рассказываю быстро Это теперь моя любимая песня Во-первых, она новая, свежая А во-вторых, она действительно из самого сердца и самой души И она про свет, про любовь, про бесконечность И там ни капли драмы, там нет никаких страданий И там есть только желание идти вперед И чтобы море по колено Ну как это обычно бывает, когда ты влюблен И когда любовь есть в твоем сердце Прекрасный финал Спасибо огромное, Полина Лера, Женя, мы с вами прощаемся А Полина остается с вами с великолепной песней «Небо в глазах» Небо в глазах, море внутри Без тебя мне нигде не найти Мы где-то, как две далеких кометы Летим со скоростью света Пытаемся не сгореть И снова мы делаем круг, который вокруг зажигают звезды Нам стоит лишь захотеть В этот миг время замрет Две души стали одной Ты не бойся, ты просто следуй за мной Небо в глазах, море внутри Без тебя мне нигде не найти Небо в глазах, море внутри Навсегда ты сохрани Небо в глазах Так быстро огонь зажигает искры И ты уже в зоне риска Но тянешься ко мне Так быстро становишься моим смыслом Мечтами о чем-то чистом Ты светишь мне в темноте Пусть опять время замрет Мы найдем дорогу домой Ты не бойся, ты просто следуй за мной Небо в глазах, море внутри Без тебя мне нигде не найти Небо в глазах, море внутри Небо в глазах, море внутри Навсегда ты сохрани Небо в глазах, море внутри Небо в глазах, море внутри Небо в глазах, море внутри Небо в глазах, море внутри